Смотрите какая пирамида по курсу. Походу мы не заметили, как мы попали, ехали в Индиану, где-то мы в Индиане. Мы поехали купить кофе. Не хочу я искать магазины, где кафе и троллевали. Я себе купила кофе. Первый раз пью в Волмарте в бутылке черный кофе. Холодный уже, он уже и с сахаром. Попробуй, что за кофе. Первый раз говорю в жизни. Старбакс делает. Да, сахара мало. Для меня можно пить. Пить можно. Смотрите какая пирамида по курсу. Что это? Юрта? Индиана. Я не знаю, какой город ты спрашивала в Сирии. Скоттсбург. Скоттсбург. Мы едем в Чикаго. Мы проехали кентаке и не заметили. Небольшой штат. Ехала пока трындела, а мы его благополучно проехали. Мы хотим мороженое из козьего молока. Пожалуйста, вважайте второй раз. Но Индиана очень похожа на кентаке. Я не знала. Слушайте, бензин подорожал. 2,87 здесь аж. Здесь такая ферма. Эти козы. Они здесь пасутся. Очень много травы. Смотрите. И они здесь делают на этой ферме мыло. Всякие-всякие там для тела. Там масло. Там тролливали. Вот здесь продают. Разное-разное мыло. Где-то 30-40 видов. Вот запах такой хороший. Много натуральный чувствуется. Там и мята, и всякие там цветочные. И вот здесь это клевер. Вон клевер. Боже, как я давно его не видела. Здесь вот даже можно посидеть. Да? Ага. Ой, идем посмотрим туда, да? Хорошо пройтись хоть чуть-чуть, а то целый день сидишь в этой машине. Ой, так пахнет этими и мятой, и розмарином. Вот, какими-то травами, цветами. А здесь они тур делают. 12 долларов за человека тур делают. И вот можно походить там. Мы не будем, у нас времени нету. Нельзя сюда напиток и еду. Ой, козочки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой, какие хорошие. Ой, какие хорошие. Ой, какие хорошие. Ой, какие хорошие. Видите, Гэви Лёси. Лёси. Тут спит, сидит где-то там, спит. Жарко и в 90 с чем-то градусах. Видите, Гэви Лёси. Ферма, здесь детский сад. Вон, сено наверху. Что он так лежит, кто-то с ним заигрывает. И пипи хороший. Смотрите. Играть хочет, длинноногий такой, да? Ой, ой, что он с ним делает? Он на него лёг. Лук-лук. Это спит. И пипи, как хороший. Гэви Лёси. Они становятся большими, или они пипи-лук? Эти они не менее плохими, но они будут большими. Они очень мягкие. Да, он довольно мягкий. Какого года? Ого, 3-4 месяца. Этот гэви Лёси называется Тейгер. Вы хотите петь? Ой, это шеет. Вы хотите петь? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 сахар ой, да, кислый ой, чувствуется вот это чувствуется козлиным молоком козлим молоком знаете, чем чувствуется козлим сыром, вот вот это нет, вот это обалденно клево наверное они ой, вот это нет вот это я не буду он очень готчист это есть имеет мороженое а мороженое так почти не имеет, почти-почти чуть-чуть намек есть, но послевкусие, так скажем эту фирму держит одна семья у них там чуть не 10 детей и они все и дети работают в магазине и все, так что платили да, чувствуется послевкусие козлим молоком козлим сыром ну, вкусное мороженое девочку спрашивали, говорили как это жить на ферме не скучно ли? а она говорит нет, не скучно говорит очень много работы ну, какие молодцы, да? это ж надо уметь так воспитать детей там и большой мальчик уже почти там, не знаю, 16-18 лет сколько и вообще мелкие дети есть и все работают, все заняты мальчик здесь в магазине был он с мамой там и вот они там туры проводят обалденно такая, какая семья, да? вообще, я вот это Америка вот это настоящая дип ну, Америка очень клёво я под впечатлением говорю так воспитать детей чтобы все такие послушные работящие это надо уметь это надо уметь это такое благословение для родителей такие ну, наверное, для детей тоже вот такая ферма все, едем в Чикаго как здесь тихо спокойно ветерок дует немножко-немножко влажно не так влажно, как у нас но чувствуется влага ну, так хорошо жарко ну, так хорошо-хорошо знаете, такое умиролюбивое такое умиротворенное вот умиротворенное так хорошо спокойно сейчас открою машину так немножко проедемся буквально на 5 минут по на эту улицу немножко-немножко посмотрим здесь хотя на хайвее этого мы не увидим поверни туда-сюда камеру потому что мы просто мы так, я хочу в какую-то комьюнити за это ну, как-то не туда ну, ладно, сейчас посмотрим дома хочу просто дома посмотреть и потом выйдем из комьюнити и дальше едем заедем в эту комьюнити и посмотрим и посмотрим, как здесь turn there красивые дома такие смотри как ухожено все вылизано просто вылизано посмотрите, какая комьюнити зум 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 не буду туда заезжать просто по дороге как красиво вот Индиана, да? как красиво ухожено обалдеть и нету этих зарослей как во Флориде этого всего неухоженного смотрите, это как Америка флаг американский ну, вообще вообще бургарная мы поедем как-то мы поедем сейчас просто ну, никак нам с этим переездом надо все паковать немножко работать еще третье, пятое ой и ездим куда-то и и видео делаю и все нету времени особо надо как-то выбраться такой тур сделать по таким американским по местам где вот Америка по северу под таким штатом да висконсин съездить в Ютуб короче куда можно немножко дома покажи слушай сделай GPS а то мы не знаем куда ехать так тихо спокойно здесь живут люди живут люди чисто очень ухоженно мне вот мне нравится я бы не жила здесь потому что мне бы лично мне было бы скучно ну вот это я думаю что неплохо вот красиво в таком каминете жить в такой тишине и гили ну кто любит спокойную жизнь да но мы сейчас едем через Индианополис 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 или как надо сказать Индианополис и посмотрим какой он ну вот здесь мне очень нравится здесь все такое чистенькое хорошенькое очень ухоженное боже мой как он ехал он ехал он ехал он ехал он ехал но он так быстро ехал что это 35 миль в час ограничение он ехал 70 как минимум как минимум как минимум флаги американцы американцы граждан и кантри музыку осторожно вы лежаете в Роднаковске графство кантри каунти нет туда туда в еще немножко хайвея ну кусочек ну видите хайвея и наезде хайвеи вот я скажу что дороги отличные просто отличные не одной ямы в кентаке я там в городе там где мы разворачивались какая-то улочка старенькая там немножко было но это там какая-то такой закоулок какой-то был непонятный а вот хайвеи просто обалденно классные обалденно но ламп тоже нету темно здесь ночью темень ну впрочем как и везде практически в Техасе тоже едешь там ничего нету и даже вот действительно штат одинокой звезды там одна звездочка на небе и звезд нету ночью едешь и плохо без ламп потому что очень-очень темно вот и когда едет встречная это на встречной полосе камеоны эти большие траки у них очень сильные фары у них очень-очень сильные фары и такие они мощные большая машина большие фары и они сильно слепят они так слепят что после проезда ну если он близко я поэтому люблю ездить в правой полосе ты хоть немножко подальше от них а вот в этой полосе они очень близко тебя сильно светит слепят и вообще-то я раньше любила ездить ночью но сейчас как-то перелюбила потому что ну разлюбила потому что вот именно что вот они слепят потом но это плохо это опасно вот и и придется придется вечером вот а так я стараюсь вечером не ездить когда когда есть лампы на улице ну на хайвее тогда тогда их лампы не так не так ярко светят они не слепят потому что и так светло да и они просто немножко света добавляют и все а когда в темноте на тебя выезжает такой знаете как прожекторами большими вот остин а какой остин это у них здесь остин какой Банчестер да Банчестер еще какой-то мы в Индиане очень красивый штат зеленый очень много природы ну как впрочем и везде на севере вот такая буйная природа холмы нету уже гор таких как в Теннесси в Кентаке были холмы не было гор было ну чуть-чуть там буквально чуть-чуть как в Теннесси выезжаешь в Кентаке там чуть-чуть это остатки гор но оружие массового поражения сигареты курят везде курят везде потому что в магазине выходишь и на улице уже сигареты но во Флориде тоже курят очень-очень много и курят часто воняют сигареты отличнейшие дороги отличнейшие вот даже класс ну во Флориде тоже на крен жаловаться во Флориде хорошие дороги но вот как мы ехали по этой Джорджии это такая помойка это такая помойка боже мой смотрите здесь как чисто вот почему эти могут убирать а те не могут засранцы ну почему они что ненормальные ну здесь тоже немножко мусор было полюса но там то что там по дороге в Джорджии я вот думаю я назад не хочу через Джорджию ехать потому что такой срач это все срач вот здесь шина валяется тоже можно было бы убрать в душе в душе в душе в душе 5 минут да конечно ну что-то я положил туда 5 минут назад да да 4 минуты назад как красиво смотрите какая природа такая энергия от этой природы такая радость ой очень красиво очень очень красиво потом будут горы мы будем через Пенсильванию проезжать там по горам наверное и там тоже наверное красиво посмотрим если немножко покажу понемножку покажу фермы очень много ферм здесь фермы фермы ну очень все аккуратненькое подстриженное ну на дороге вот сейчас мусор был но так мусора не было никакой полиции на дороге нету как в этих в этой Джорджии или во Флориде ну может она и есть но как-то я ее не очень вижу вот фермы городки маленькие поселки ну маленькие городки очень-очень ухоженные очень спокойно размеренно вот такая спокойная спокойная жизнь я думаю здесь недорого жить я думаю вот и кто любит спокойную жизнь вот как раз наверное вот Кентаки И я, наверное, вот эти места попросту чем подойду. В Теннесси нет, там неспокойно, там большой криминал. Там это не то. Там еще такой юг, такой, знаете, отрыжка юга, так сказать. Вот. И уже вроде и юг, но уже не юг. Нет этого южного гостеприимства, как говорят люди. Но мне не понравилось. Мне в Теннесси только природа понравилась. И в Нешвилле очень понравился Даунтаун. Вот, все остальное мне вообще ничего не понравилось. Ну, никакое оно, такое, никакое. Вот. Здесь тоже село Силу, но здесь очарование есть у этого села. Оно очаровательное. Оно такое привлекательное, душа радуется. Вот еду и радуется душа. Там берут горы, они берут красотой гор. Вот. Если там отнять горы, там ничего нет. Ну, знаешь, это одна улица, это Бритвай, и все. Ну, и Даунтаун. А так ничего такого интересного там не... Ну, конечно, мы ничего не видели. Мы мало что видели, так скажем. Но сам город какой-то такой... Какой-то такой очень outdated. Какой-то все старое и такое вот. А здесь уже нет. Здесь уже Кентакки, Индиана. Здесь уже такое все, как, знаете, симпатичное. Такое... Ну, такой американский стиль. Такое все очень ухоженное, вылизанное прям. Такое аккуратное. Ну, вот как-то так. Совсем не так. Совсем не так, как в Теннесси. Вот я бы сравнила Теннесси, это такое ленивое село. А вот Индиана или там, или Кентакки, они такие очень работящие село. Да. Очень интересные садики, эти домики, дворики, цветочки. Вот, красиво. Красиво, конечно. Ну, я ничего про эти Штаты не знаю, сразу скажу. Я вот, правда, ничего не знаю. Знаю 2-3 факта и все. Но я буду делать про них тоже research и видео. Покажи туда-сюда дома, фермы, там, туда... Да, да, да. И... Ну, пока что вот там. Будем проезжать город, я опять включу. Мы сейчас в Индианаполисе. Еще только недавно въехали, еще и до Данн, там, значит, минут 10. Ну, вот, например, мы бы сравнить с Канзасом. Здесь грязнее. Сразу скажу, здесь уже на Хайбе грязный. Куча мусора, там и сам валяется. Большой трафик по сравнению с Канзасом... Каким Канзасом? Кентакки. Вот так. По сравнению с Кентакки здесь грязно, грязнее. И трафик больше. Ну, здесь сейчас, как бы, город, в городе уже там, уже трафик здесь есть. Сегодня суббота. Сейчас 3.55. В принципе, трафик не должен был быть еще в такое время, в субботу. Ну, вот есть немножко. Ну, нормально, не пошел. Я одна трафиком плохим не называю. Нормальный трафик. Вот. Немножко дождик был и пасмурно. Вот. За бортом 85 было жарче. Сейчас как-то 85. Что дождь был. Такой небольшой, ну, вот пасмурно просто. Немножко влажно. Не сильно влажно. Ну, есть влага, есть. Есть. Сейчас по хайвей едим, ничего интересного, но я включу опять, когда мы будем около даунтауна. Мы подъезжаем к даунтауну, немножко видно уже там вдали. Чуть-чуть зум. Я не знаю, просто мы, может, и сменим, но просто что-то. Такие домики аккуратные. Э, смотри. Правда? Красиво. Я за рулем, поэтому не очень... Слушай, поверни камеру на даунтауну. Ну, что там видно? Такой даунтауну. Не очень большой, по крайней мере, отсюда не очень много видно. Крайне, ну, пока что. На лагу, слегкаю, чекаю в эту сторону. Мы, может, сейчас увидим, смотри, какие дома. Мы, может, да, мы сейчас увидим частичную, может, и не частичную даунтауну. Посмотрим. Красиво, красиво. Люблю я даунтауны. Ну, проедем, где... Что увидим, то увидим. Вот. В Кентаке дороги были лучше. Здесь такая стиральная доска не лучше, получается. Нормальные дороги. Я не скажу, что они плохие, но в Кентаке дороги были лучше. Сейчас будем, наверное, с горки ехать, и, ну, с этого устали, что это, и посмотрим, как здесь. Жалко, не видно даунтаун. Смотри, какой красивый даунтаун. Мау. Так и хочется поехать туда. Ну, уже темнеет. Ну, и если мы туда поедем, то в Чикаго мы поздно будем емать. Нам еще час, два часа перейти туда. Я надеюсь, что-то засветло посмотреть. 145 мл. Мы потом, после Чикаго, едем в Детройт. Вот я насчет Детройта не очень интересно. Я вижу, я вижу. О, какая дорога. Вау. Все-таки, да, Кентаке за поезд заткнула тут Индиану давным-давно с дорогами. Здесь, конечно, есть места с плохими дорогами. И скажу вам, здесь грязь. Смотрите, какие дороги пришли. Ау, 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 ау. Да, в Кентаке. Ой, ой, как раз по курсу у нас от Адам там. Смотри, смотри, как лёг. Хоть на хоги видели, хоть чуть-чуть, да? Хоть немножко. Не очень видно, ну, сколько видно столько вот. К сожалению, над мач. Дороги отвратительные. Просто отвратительные. Джорджа стайл. Ой, с ямами, с дырками. Не, конечно, никуда не годится. Мне в Кентаке очень дороги понравились. Очень. Такие прям как масло. Как по маслу едешь. Ни одной трещинки. Ни одной ямочки. Едешь просто удивительно. Насколько качественно. Чисто. Не знаю. Это такой хороший показатель дороги, да? Штата. Но я вам скажу, в Джорджи, конечно, помойка. Я никак отойти не могу. Насколько там помойка. Вот по сравнению даже с Тен-Асси с этим, с этим, с Кентаке. Даже с Луизианой. В Луизиане и в Алабаме в Мессисипе лучше дороги, чем в этой Джорджи. Удивительно. Ну, какое здание. А что это? Health. Какая-то клиника, наверное. Довольно большой город. Индианополис. Индианополис. За камерой смотришь, видный полис. There's something here. What? There's nothing here. Ну, немножко. It's a highway. Ну, highway, ну что. There are trees. Смотри, может, какой-то дом, красивый церковь какая-то, или еще что-то. There's something here. Out of the city. Немножко что-то может и будет. Вон, церковь была. Большой highway. Посмотри, покажите дома. Ну, не знаю, крышей не видно, наверное. Нет. Ой, какие дороги. Не, Пентаки меня поразил. Он настолько красивый и хороший. Там все какое-то очень качественное. В смысле, дороги там, да? Чисто все убрано, ухожено. Как-то здесь уже немножко не так. Ну, конечно, это большой город, может. Но все равно. В большом городе это не причинно быть грязными и неухожими. Вот. Там, конечно, дороги хорошие. Конечно, здесь тоже сойдет. Ну, вот в некоторых местах очень даже не... Ой, как кто-то по... Постирай на доске, видишь? Какие симпатичные старые домики, да? Флэнгопарт. Флэнгопарт. Разваливаются. Ну, так я просто говорю, они... Вот это же история, посмотреть, как раньше люди жили. Представь, на этом доме люди... В этом доме жили. Люди на крылечке сидели. Что-то там делали. Интересно? Просто... Не обязательно там же жить. Просто посмотреть и пофантазировать, да? Приезжаем в какую-то реку. А здесь уже ничего нет. Ну, ничего такого. Ну, просто, понимаете, мы по хай-ваю едем. А хай-вэй это... Ну, там, что там увидишь? Не везде. А здесь очень много зелени, поэтому... Ну, что такого с хай-ваяю не увидишь? Это не Калифорния. В Калифорнии там много, что с хай-ваяю видно, потому что зелени мало. А здесь зелень, зелень много не увидишь. Ну, как-то так.